Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 485. События дня. Яков 5.9. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. 10.04.2017 года. Сергей Игнатов. Да сохранит и приумножит Господь достояние и плоды добрых дел Крестово-Звиженской общины РПЦЗ. Укрепит и оградит от всякого зла раба своего Игнатия Иллапкина. Страстные и богодухновенные проповеди, Которую призывают к служению Господа И очищение его церкви от всякой нечистоты, Которую внесли волки во вещьих шкурах. И да прославится Господь явным способом пророка Божьего Ездру. Аминь. Не добавляй никаких букв. Прославь, конечно, буквой Т. А все это притяжательное мастеримение. Ты вот сейчас здесь считаешь страстные и страстные. Страстные это в страстную неделю. Вот на этой неделе насчитанное. А страстные, то есть, такие, человек весь вкладывается в этом. Со всей страстью, которую унес. Это меняется все. Николай Требой пишет много о зверствах евреев. Это я сейчас даю Сергею знать. Он там пишет, вот где у нас занятия идут, и там они друг друга видят. Сергей Игнатов ему пишет. Спаси Христос! Я не падки на гадкую информацию. Это он ему пишет. Сергей этого не видит. Дальше. Вот ему дал ответ. Кто-то опять после этого пишет гадости просто. Евреи там убивают младенцев, пьют кровь. А это на нашем ряду. Ты открыл. Я на это отвечаю. Игла. Ответственность здесь лежит на основателе бесед и занятий. На ком? На Сергея. На Сергея. Я ему должен сказать, заблокируй, убери его в черный список, занеси. Он должен следить за такими говорунами, которые неуемны в своих стремлениях. Непременно всех сделать такими же юдофобами, русофобами. Почитай правильно. Юдофобами. Что такое юдофобами? Тех, которые ненавидят евреев. Фоба это страх. Русофобами, которые русских ненавидят. Ненавистниками мусульман и прочих объектов. Для их бурлящей, просветительской в кавычках, деятельности. Уговаривать их бесполезно. Но нужно отвращаться от таких потоков черноты. Блокировать их, удалять их, извержения. Сергей попробовал, не удаляется. Все же стоит здесь. Если бы один раз он высказал, вот у меня, если я заблокировал, стер. Сергей это не сделал. А там можно убирать только в первые минуты, когда он это сделал. Вот такая система есть. Так бесполезно уговаривать русофобы, а есть русофилы. Филы это любовь, филя, любовь. Русофилы, такие как Тючев. Они русский народ, везде возвышают на первом месте. Мы главное там, ну как сейчас украянофилы, там, скаляку на гигляку. Это русофобы. Фобия это страх. Допустим, фобия воды. Человек боится в воду ступать, пятиться. Фобия высоты. И вот под ним мимо лейки. На второй этаж, он говорит, я гляну, боюсь, говорит, боюсь. Я был с одними знаком близко, хорошие люди. У них фобия была от белого халата. Если увидят белый халат медицин, он в обморок, мужик падает. Ужасно падает на него. Верующие оба молятся Богу. Хорошие люди, повторяю. Игнатов Сергей. Мир вам. Да не спошлет Господь благодать Святого Духа Игнату Тихоновичу и его братьям во Христе. Укрепи их силы телесные. Сергей Пупков. Мне бы узнать платежные реквизиты и сумму платежа за пересылку. Ну дальше он дает свой адрес. Я его вышликнул. И понял так, что может и не надо никому это. Еще просьба к Игнату Тихоновичу поминать в молитвах Схи Архимандрита Зосиму, основателя Свято-Васильевского монастыря в селе Никольское, Волновхавского района Донецкой епархии, которого преследовали при безбожной советской власти талантливого проповедника, предсказавшего нынешнюю националистическую напасть в Украине. При монастыре он учредил дом милосердия, где, доживая в тепле и уюте, немощные престарелые бабушки. Сообщая также, что на нашей шахте имеется свято-варваринский приход. Варваринский, может быть, варваринский. Варваринский приход. Во время святой Варвары. Варваринский. Которая образована при активном участии директора, мужественного и мудрого руководителя, коломийца Владимира Алексеевича. Каждый понедельник там служит протеерей Роман, который слушают видеоролики с участием Игната Тихоновича Лапкина. Но после смерти скидер-архимандрита Гавриила, село Павловка, Волновавского района, у него не осталось духовного наставника. Батюшка Роман необычный священник, отец троих сыновей и дочери, но его матушка Ксения болеет, за нее бы помолиться. Помилуй, Господи. Всех очень люблю. Недостойный раб Божий Сергей Игнатов. 8.04.2017 года. Это он пишет, то, что переживает, это и так понятно. И вот вы когда слышите о ком, коломийца Владимира, и сразу мысленно благословил Господь, он знает, что видали, он был на пользу церкви. Сергей Игнатов. Мир вам, Игнат Тихонович. Да не спошлет Господь Святого Духа, нападающего надежду, быть мастером устного слова Никите Колеснику, чтобы он проникался духом читаемого текста и не тараторил, как некоторые чечецы читают псалмы на богослужении, что не поймешь. Кто делает Божье дело небрежно, тот проклят у него. Ты понял, куда подошел? Не просто так, а оно мало ли что скажет. Я тебе сделал дело, сколько замещаний. Что вы так позволяете себе? Вы же для дел, чтобы люди могли слушать, читать. Отец Игнатий, поздравляю вас с христианским православным праздником. Неделя Цветоносная или Вербное Воскресение. Отрадно, что в наше антихристовое время, когда только глухой не слышит барабанной дроби приближающейся войны, и только слепой не видит, как умирает в огоне этот мир, готовый рухнуть и погрести вместе с собой безбожные души, еще имеется горстка праведников, которые, несмотря на противодействие козни слуг антихристовых, сохраняют истинные духовные ценности и своим примером указывают путь для покаяния и осознания человеком своего бытия. Отец Игнатий, желаю вам в дальнейшем с таким же упорством и самопожертвованием идти к истинной православной вере и своим примерам вести остальных. С уважением, Роман. Вот смотри, когда мне нужно сделать, вот ты считаешь здесь, но в естественный знак, и тут понятна мысль другая, ну ты считаешь, вот я, ну вот я перекинул сюда, все, ты стоишь, что ты, ослеплен или как, ты же ясно, продолжай дальше-то, я никуда не увел, оно здесь же рядом, вот дальше новое предложение, мне надо показать здесь разрыв, вот я его делаю, этот разрыв, ты уже считаешь, и как будто первый раз его видишь, и сразу ищешь глазами, почему, потренируйся. Дальше. Евгений Цимплов. Здравствуйте, Игнатий. Я чисто случайно набирал в интернете о православных поселениях и набрел на ваш форум, смотрел видео, как вы были в Баку в гостях мусульман. Я такого предполагать не мог, что можно общаться... Все только рядом, на строчку ниже опустил, ты уже теряешь из глаз, тебе надо заодно охотить, я даже представить не могу, как можно потерять, когда я только полстрочки назад и уже все, и ты потерял, где какая мысль. Вот смотри, чтобы это было понятно, как. Вот где. Я такого, а в это время я его сбил, но такого дальше и предполагать нет, и ты уже только сейчас про это говорил. Ну, потренируйся сам себе, подергай потом вот это вот-то. Мгновенно теряешь, вообще объяснения не нахожу никакого, зрение хорошее. Такого предполагать не мог, что можно общаться так с людьми другой веры. Вот видишь как. Меня очень впечатлило. После такого видео я не могу назвать себя православным, лишь только человеческой, идущим к вере. Так, теперь смотри. Тут идет другая мысль. Он пишет два. Я делаю три. Трое то есть. Дальше. Потому как правильно сказал Мула, что называть себя православным или мусульманином, это как подвиг должен быть. А я пока очень слаб в вере своей и ленив. Спасибо вам за то, что вы есть. Вы очень мудрый человек. Мне бы такого, как вы, духовные наставники. Я все ищу, а душа ни к кому. Ни к кому. Ни к кому. Я сразу управляю. Из тех, что я хожу на исповедь, не лежит. А вы вот что-то перевернули во мне. Знать не знали. Перевернули ко мне, во мне. Ничего особенного как будто нет. Это давнишний ролик. А он работает и работает. Почему? А там вложена вся душа. И в то время, когда говорили, и вдруг она вышла, я вышел на кухню, она, нам воду подогреть надо или что-то, она уже подогрела электричеством. Мы с себя зашел, ни в ванну, ничего нет. Оказывается, мойся, пола туда, дырка утекает, вообще ничего нет. Там по-другому все. Уже забыто все. Нет, не забыто. Спасибо, Господи, вас. Здоровья вам. С уважением, Евгений Цимплов. Не знаю, кто такой первый раз вошел. Раньше было наши недруги, сразу этих людей находили и заливали грязью. Но сейчас Господь милует. Все, что они меня каркали, говорили, оно все на них пришло. Так быстро, я тоже не думал, что будет. Иван Семенович, здравствуйте. Рад, что вы ответили. Для начала хотел подметить, что вы очень похожи на моего покойного дедушку, Царство Небесное. Он также был жесток, говорил много о Боге. Когда садился за стол, крестился, давал напутствие своим дочерям, а у него их четыре, несмотря на его возраст, у него ум оставался светлым. Он для людей остался человеком, его боялись и уважали, хотя он ваше телосложение был. В 2005 году он умер. Родился 1931 года. Похороны были очень большие людей. Вот так. Были очень большие. Людей пришло много. Для меня он остался одним из тех людей, которые остались в моей душе навсегда. Вот так. Это я уже тут говорю. Но это совсем нет. Я не вижу, я даже не вижу. Когда я был еще мальчишка, он меня многое учил. Мне казалось, что он меня дразнит, издевается, но время прошло, и я понял, что-то, все, что он говорил, золотые слова. Вот теперь пришло время, дедушки нету, умер, оказалось ему открытой. Видно, что дальше. Созваниваться по скайпу я еще не готов. Еще. Это королева писала. У меня для вас есть вопрос, насколько вы приблизились к Богу? Ну, как сказать, насколько. Это Бог знает, но надо, чтобы Господь отвечал, просто необходимо ждать ответ. Ясное дело, апостол Павел говорит, сегодня мы ближе, говорит, царство, чем когда мы уверовали. Я все время об этом размышляю, думаю, решать там на километр, на сантиметр, я не знаю. Но явное дело, что опыт дает более чувствование, насколько приблизился к Богу. Трудный вопрос. Я не могу это решить, но я знаю, что Господь слышит и отвечает. Он близко, рядом, во мне. Давно я тоже ходил с Богом. Мне было спокойно, я слушал только Его и не спорил, и не спорил. Дело как надо. В то время я не гордился, ни лицемерства, не было помыслов грешных. Но со временем мне все поменялось. Начал попускать разные грешные мысли, а потом грешные дела. Я оглянулся и понял, что совсем не владею своей жизнью. Меня засосала злоба, высокомерие, зависть, лень, блуд. Вот видишь как это очень хорошо пишет открыто. А запрещенное, когда пишет, сидит. Он начинает разглагольствовать, там такой богослов, а не говорит о своем преступлении, что он натворил. Вот у меня один тоже заходит, ваши занесли меня, или вы, занесли меня все ВКонтакте, ВКонтакте, в черный список. А я ВКонтакте и не бываю даже совсем. Вообще не бываю. Совершенно не бываю. В течение года ни разу. И я ему говорю, а за что вас? Там, модератор, администратор. Он не отвечает. То есть ничего не отвечает. И поэтому ближе мы не становимся. А я захожу вам лайки делать. Лайки это, то есть он плюсы ставит, или что мне это не надо совсем. Понял, что не могу так больше жить. Много поменял в своей жизни. Бросил курить, пить и другие плохие привычки. Но для меня достичь к этим целям очень и очень было нелегко. На моей стороне был союзник. Моя болезнь. Благодаря моей болезни хронический гайморит очень тяжелая стадия она меня изменила. Не один год она меня мучила, много страдал. Я не мог так дальше жить. Лекарство не помогало мне. Тяжело было дышать, постоянные головные боли. Иногда посвящали мысли, что не хочу больше жить. Но это у них всегда сатана к этому подводит. Одинаково у всех. Скоро у меня операция. Если точнее, через 16 дней. Меня радует, что это закончится. У меня есть еще цель в своей жизни. Первое. Чтобы Бог меня простил, покаяться. Второе. Найти Бога, восстановить связь, да хранит вас Бог. Ну, можем подумать, что все здесь у него как надо. Дай Бог. Я не могу сказать, что все это так и есть. Ну, потому что люди иногда заходят, пишут, а сами, чтобы как бы вызвать на это откровенность, а потом сделать какую-то пакость. Это я не знаю. Но мне показалось, что он искренне говорит. Дай Бог вразуми, наставь. Вот теперь посмотрим наши ресурсы. Это вот мой мир. Сюда я переношу все с Ютуба. Здесь у нас видео 5650 наше. На 1200 меньше, чем на Ютубе. Вот. Здесь адрес есть. Писать, и кто вопросы задает, чтобы сюда добавлять. А они вконтакт пишут. И сегодня из контактов администрации кинули мне. Ну, я не знаю, сколько, но вопросов 20 с фотографиями и вообще. И одним тоже вопрос задают и там и по книге. Книги выставят, человек, наверное, 10. Просят только. А куда я буду отвечать-то? Ну, где отвечать? На форуме. Второй это форум. Вот они на форуме заходят. На форуме вопросы ко мне. Ну, вот здесь я, допустим, открою сейчас, чтобы видно будет, как это заходят сюда. Администрация мне забрасывает их. Я на них уже все ответил. Вот она стоит там у пушки где-то красиво. Еще напишет. Здравствуйте. У меня есть сын, его тоже зовут Игнатий. Ему 12 лет. Мы приятно удивились, когда увидели вас, уважаемый Игнатий. Видишь, что, ни с чем. Именем и именем. А если бы звали его Володя или Сережа, еще она удивится. Пруд-пруди. А родители это все называют как? Вот у нас в городе глава города Баварин Владимир Николаевич. Моего места избрали другого заместителя Владимир Николаевич. У нас 4 часа и все Игори. Ну что, нормально это или ненормально? Ну вот, видишь, вот так вот смотри на человека, на глаза, что можешь сказать? Сергей Брекалов. Здравствуйте. Смотрел ролики на ютубе. Вы там сказали, что Антихрист будет с колена Данова. Я хотел спросить, а где сейчас колена Данова? Ну ему это надо. Колена Данова. Где оно сейчас находится? Я за полвека нет. Они многое перемешали, он найдется. А родословно я ему отвечаю, в Израиль позвоните, скажите. Это лукавство. Лукавство. Живи во Христе. И глупые вопросы они к тебе не будут даже приходить нигде. А где колена Иосифова? А есть ли такое колено вообще? Галина. Галина Артамонова. Город Чита. Игнать Тихонович, здравствуйте. Не могу ни от кого добиться. В каком году родился Иисус Христос? Ну прибавьте 4. Ошибка в 4 года. Получится 21 год. Дальше. Это мы уже читали сегодня. Читали, да? Дальше что? Андрей Михайлов. Мир вам, Игнать Тихонович. Хотел спросить. Слезом, с мягким знаком. Вот кто-то сказал мне, что в Библии нигде не говорится о том, что именно воскресенье, день, который нужно праздновать. А то место в откровении, где переведено день воскресный в оригинале, день Господний стоит. Вы можете, вот можете вы мне, вот может вы мне поможете найти в Библии места, где о празднове воскресенье говорится, а не субботы, к примеру. Спасибо Богу. Ну вот я ему ответил подробно, где и как, что редхозаветняя суббота, она была прообраза воскресенья, но большой материал. На все вопросы это я сегодня уже ответил ночью. Не могу никак выйти, столько вопросов накидали. Вот. Еще тут были кто? Николай Филатов. Здравствуйте, Инатья Тихонович. С праздником вас апостола, евангелиста Матфея. Какой апостол устанавливает возраст рукоположением в диаконах священники, как оно трактуется? Видишь как? Слава Господу. Здесь никак, бегунок. Апостольское правило. Какое апостольское правило? Тут какую-то фотографию надо выкидывать, оно растягивает ее. Здравствуйте, жду вашего ответа. Добрый день, если будет возможность, ответьте, пожалуйста. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Даша. Антон Атонов. Даша. Инать Тихонович, у Никиты на странице ВКонтакте полуобнаженные девушки в друзьях. Охладите его пыл. Не верите, посмотрите сами, сделайте вывод. Никита, о чем он говорит? О голых девушках, Инать Тихонович. Так не пойму, а тебе зачем они там? А вы что, видели их? Я не видел. А что вы говорите тогда? Так я-то сейчас и говорю, потому что написано, и не я говорю, он говорит. А он говорит, а. Ну так ты ответ, что отвечать-то ему? Я не знаю, вопрос-то задан, и мне это прикинули оттуда, я там не бываю. О чем речь идет? Ошибся она-то, не другой Никиты или что? Надо спросить у него тогда, как бы, кто это. Ну, ты говоришь, ты ничего не знаешь, о чем речь идет. Не знаю, значит, это не его касается. Дальше. Игнать Тихонович, между прочим, у Анны Афанасьевой, Россия 24, есть свой канал на Ютубе. Можете оставить свой комментарий о четырех часах? Да нет, все, четыре часа она снимала, не надо, она не властная, она ничего плохого не сделала. Дальше. Наталья Коровина, Санкт-Петербург. Здравствуйте, Игнатий Лапкин. Помогите разобраться, если со счетом возможным. Можно ли считать, что православная поместная церковь прекращает свое существование, если все епископы подписались под иеретическим документом? То есть, получается, исповедуют ересь? Ну, где какой документ? Все подписались, какой именно? Ничего нигде нету. Мне зачем бы искать? Я не знаю этого. Я не считаю так. А здесь вот представь сколько, попробуй считать сколько. Такие большие. Вот эта фотография, она мне и разодрала все. Не входит. Видишь как? Сейчас я его удалю. А дальше что? Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Вы читали Талмуд? Правда, что евреи не считают нас за людей? Ну, сейчас я посмотрю. Ну, я уже ответил сегодня ночью-то. Вот, теперь попробую. Мне кажется, именно это. Посмотри, я это уберу. Вот так. Вот. Вошло в норму. Одна фотография. Теперь вот смотри, где было. Все вошли в норму. Уже и букву вошли, все в норму. Вот так вот один не вмещается. Так вот, теперь что-то дальше. еще одна. Нет, как будто бы входит. Нет, не входит. Что? Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Хочу спросить вас, молитесь ли вы святым? Если да, то почему? Еще раз добрый день. Увидел вас на канале, видел ваш комментарий. И все-таки, видимо, вы молитесь святым. Тогда вопрос, как может святой Николай, например, услышать молитву сразу двоих или более людей? Он ведь не Господь Бог, Который вездесущий и всемогущий. Господь либо слушает нашу молитву, либо нет. Никакие святые тут не могут помочь. А вот, откуда ты взял это, что не могут помочь? Это дальше-то уже ничего. Он говорит уже как научного сектанта. Христос пришел в этот грешный мир и общался с мытарями и грешниками. Поэтому и сейчас Он слышит грешника, если он искренне обращается к нему. А если мы молимся, не поволь его, то и святые нам не помогут. Ну, абсолютно правильно. Вот опять, видишь, картинка его не входит. Это его картина. Хорошие слова, все равно картина опять разодрала, не входит. Она прочитать была. А? Наталья Чебаткова, Сихорская. Для счастья нужно очень мало, но очень много, чтобы это понять. Ну, вот так. Что она хотела сказать? Добрый день, Игнат Тихонович. Хотелось бы вам задать вопрос. У меня с надавших надавших них пор начались проблемы с мужем или с моей психикой. Дело в том, что я несколько раз в моем муже видела взгляд беса. Раз, вообще, все лицо было... Видишь, что дьявол удерживает и проще. В первую очередь, я это удаляю, она разделяет здесь. Я сказал, за собой надо смотреть, это... Ты будь в послушании, а там видно будет. Вот так. Это, видишь, разделяет вот это. Другие считать нельзя. Я удаляю эти картинки. Вот. Не помогло. Значит, не только они. Влад Можаев, познайте истину и истина сделает вас свободными. Анатолий Долженко. Гнушайтесь врагами Божьими, поражайте врагов Отечества, любите врага ваши. Мир вам, Венача Иванович, позвольте ответить на один вопрос. А вы поминаете в молитвах патриарха? Поминаем каждый день. И правильно ли будет его поминать? Правильно. Влад Можаев. Что пишет? Игнатий, приветствую. Вы какой символ веры исповедуете? Какой символ веры? Никел Сареградский. Вы против и московского патриарха? Никогда, ни одного дня, а наоборот. Страдаю за него и молюсь за него. Елена Власенко. Храни вас всех, Господь. Город Оренбург. Здравствуйте. Простите, вы мне и в прошлый раз почему-то не ответили. И сейчас тоже не уверена. По-моему, возникает такой вопрос, что при общении с парнями они меня все боятся. Вроде понимаю и вижу, что человеку приятно и нравлюсь. Но он ничего не может для этого сделать. И не переступает этот порог, чтобы встретиться и пообщаться. Вот только вертикальное общение через СМС. Наверное, не вертикальное, а виртуальное. Это уже не первый момент. А потом смотрит, уже женился. Но понимаю, что это во мне тоже проблема. Только какая пока, не пойму. Помогите мне, рабе Елене. И как я ей помогу? Скажу парню, сейчас встречу. Вот Елена хорошая она такая. Женись на ней, чтобы она косо отпустила и проще. Грудь закрыла. Не могу я этого говорить? И вот теперь... Ну, таких сегодня много. Я тут отвечал. Вот, а все мои уже ответы сегодняшние ночью. Большие, маленькие ответы. Мне нужно связаться будет с этим... Вот здесь на первой вывесе. Новое сообщение. Связаться с модераторами, кто перекидывает, чтобы сразу они на меня выходили. Так, ну вот, смотри, что получается. Православный видеоканал открытым оком. Это вот замки, только мне придется снимать. А это сегодня, что я поставил. Семь роликов. Виталий колет дрова. Уже 198. За шесть часов назад. Ну-ка, сейчас посмотрим. Да поди, уже 200 есть. Виталий колет дрова. Ну, так, 202. А вот с Еленой разговаривали. Сколько? За шесть часов 305. То есть посещаемость стала увеличиваться. Другие люди работают или что. И увеличивается заметно прямо. Вот собрание, которое было, 435. А вот наставление 25-летнего отроку с утра пораньше. Никите. 682. Он говорит, что ему сейчас 28 уже. А? Ему сейчас 28. Ну, значит, не знал. Я виноват. 28. Еще два года и отроком уже нельзя будет назвать. Освещение даже вот в вербочах. Вот Степаненко Максим я поставил 815. Ну, это побольше, сколько есть. Так. И самый большой ресурс у нас православный еврейский сайт. Вот о чем мы сейчас говорили. Все здесь. И вопросы, и ответы. Сейчас мы этими вопросами здесь будем дополнять. Что тут? Вот это. Валериана разная. Вот, валериана разная. Это вот мне скинули сегодня. Вот я просто буду продергивать. А ты смотри внимательно. Один священник приезжает, а там мне из берсеневки скинули. И вот я буду просто продергивать. А вы тормозите и считайте. Священник один интересный, общается. Но по слову Божьей ничего нет. И он разговаривает, и там рассмешит людей. И проще. Да, хорошие, проще. Люди собрались. И как они тут давятся, лезут в кинотеатр где-то. Ни одного местописания нет. И слова Библии вообще никак. И чем же он интересен тогда? Ну, какие были родители у него? Как он с тещей был и не поссорился ни разу? Родители научили молчать его. Почитайте. Валериана его звать где-то. Ну, хороший был. Ну, и хороших много людей. Вот просто я прочитал, видишь, увеличил, сделал большим. Священник, как отец, с кем разговаривал. Нету ничего. Вот, уехал, как тот умер, Кирилл Павлов. Помню, жениться, не жениться. И в этот день познакомился. Он говорит, смотри, Бог укажет. В этот день он познакомился с будущей женой. Ну, а мне при чем здесь? Я здесь. Внуков где-то, Валериану, пять сыновей, две дочери. Пока что 35 внуков. Огромный опыт. Какой опыт? В чем? Болезнь, если не лечится, нужно терпеть. Тайны никакой нет. Я не нашел ничего здесь такого. Начинает вылезать зубы. Смотри. Вот это интересно. Для чего нужны зубы? Дословно, настолько актуально вы получите. Считай. Человек рождается и сразу начинает есть. И вот, отвечает, зубы для того, чтобы жевать, чтобы есть. Слушайте внимательно. Зубов у него еще нет, а он ест. Согласен. Дальше. Появляются зубы, он ест. Потом зубы начинает выпадать, а человек продолжает есть. Зубов нету есть. Продолжает есть, так? Могут вывалиться все зубы, а человек все равно ест. Понятно. Вот это интересно. То есть, получается, что ест он все время от рождения до кончины. Видишь, как он говорит. А зубы у него не все время. Значит, их основное назначение не для этого. Есть он может и без зубов. И без зубов. Вывод такой. А вот когда начинают вылезать зубы, перед тем, как человек начинает говорить, так вот для чего они нужны, чтобы держать язык за зубами. За зубами. А если они язык не держат, тогда для чего они нужны? Если не держат зубы, то они не нужны. Первая причина выпадения зубов, это то, что они плохо держат язык. Запомнили? И Бог сокрушает зубы нечестивых. Хорошая мысль. Я это нашел так. А как дорого зуб отремонтировать? О! Теперь я понял. Молчание золото. То есть не будешь стоматологу деньги носить. И это не шутка. К примеру, если рот открываешь с тещей или со свекуровью, так потом приходится с ними разъезжаться. А это тоже дорого. А так молчишь, и дешевле все обходится. Ну, слышишь, что сегодня я говорил. Не ляпнула бы вчера, сидела и все. Еще пример. На работе рот открыл, премию срезали. Дорого стоит. А промочал бы вот так. Вот хорошая мысль. Ну, вот он говорит, это все хорошо, вот это я взял для себя, отметил. Молчать надо. Мальдивный телефон, он говорит, в Ташкенте он называет шайтан-машинка. А он говорит, верно подметили узбеки. Смеется отец Валериан. Мобильный телефон хорош, но отключается иногда в самое неподходящее время. И дали он еще как на Чукотке был. Вот, смотрите, я даю, чтобы прочитать мои бартеры тут. Он говорит, интересно, для священника собрались люди со всего города. И ни звука, нигде нету, чтобы приучить к Святой Библии. Ну, ты уехал. Ну, твои... Вот мы услышали зубы, а ты зубы нам не отремонтировал, ничего ты не смог сделать. Вот где был природа какая, Вивальди, музыка звучала. То есть, говорит, как совершенно мирской человек. Они его выставили сюда показать. Но если бы я не знал, что для чего зубы, я и так знаю. А что сокрушает Бог зубы нечестивых, он нигде не сказал. Из Писания. Ни одной ссылки на Священное Писание нету. Просто нету. Вот и все. А вот я потом отдельный ролик составим про ионитов. И теперь мы доходим к священству у нас. О священстве. Новые вопросы. И туда я вставлять буду. Читай. Вопрос 2314. Десятый том, открытым оком. Объясните, что такое освящающая благодать, которая свыше дается священнику при его рукоположении. Как это проявляется на самом священнике? Дает ли она что-то священнику? Самому-то я ему что-то даю, нет? Ответ. Ответ. Миропомазание давало дары. Деяние 8 глава 18 стих. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги. 1 Тимофея 4.14. Не ради, а пребывающим в тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. 1 Тимофея 5.22. Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Священник может совершать все таинства, кроме рукоположения, что является прерогативой епископов. То, что через рукоположение, через посвящение человека будет более мудрым или духовнее, такого не гарантируется. Деяние 20 глава 30 стих. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Видите как, вот сколько мест в Писании, вот пока задали вопрос, сколько уже мест в Писании, человек привыкает к Слову Божию. Дальше. Хотя все, конечно, может быть и такие случаи, когда человек не мог и пару слов сказать, а его рукоположили, и вдруг в нем открылся такой талант оратора-проповедника. Жития рассказывает о таких дивных переменах в людях. Но это такая редкость, как талант композитора и исполнителя в романе «Сладкоперцы». В одну ночь стал знаменит на весь мир благодаря вмешательству в его скорбь при благословенной Матери Христа, Марии Девы. Он плохо считал, его решили выстоять, когда архиерей приехал, чтобы насмеяться над ним-то. А он плакал и молился мощью-то. И петь-то нигде не может он еще. И вдруг он как запел, и он такой, что он сладкоперест. Но это такой дар, что он один на две тысячи лет. Благочестие полезное во всем. У виноградной кисти и снопов пшеницы. На злачных пажетях Господь меня пасет. Он пастырь вдов, сирот, а иногда и нищих. Он пастырь вдов, сирот, а иногда и нищих. Ну ты рифму теряешь, ударение где не надо делаешь. Иконы по стенам. По стенам. Ну явно видно, что по стенам тебя не вогнать уже в интонацию. Иконы по стенам, в служебных книгах. Ушедшей доброты, затертый след. И святость погрузившись, ставшей растригой. Не видели, что их народ ослеп. Гиганты духа, как они сумели. О благочестии заботились так щедро. По месяцам не пели и не ели. И как бы для здоровья, без ущерба. Непостижимое упорство и упрямство. Граничащие с узуверством диким. В недвижимой воде пруд зарастает тряской. Туда от погибающих не доходили крики. Полезное на все, а значит, что и всем. Не для себя же благочестить пустынь. Ты пустынь. Пустынь. Считай снова. Полезное на все, а значит, что и всем. Не для себя же благочестить пустынь. Пустынь все-таки. Пустынь. Опять снова. Это не пустыня, а пустынь. Не может. Только сейчас прочитали пустыню. Через строчку опять пустыня. Мозги-то каменные. Полезное на все, а значит, что и всем. Не для себя же благочестить пустынь. На ненараспаханное не падет посев. Нет проповеди письменной и устной. Под благочестие иконная игра. С годами одиноческих видений. Неведомые гении там превращались в прах. Все было брошено на пение и моление. Нам пишут, говорят, что Дух Святой в них обитал, лечил их и кормил. Так почему в их подвигах нет даже запятой, что за отшедничество Бог их укорил? Уж не сокрыли ли умышленно того, как совесть их безмолвия сгорала? Их проповедь скелетик без сапог, подобно узнице без голоса и права. Что благочестие, закутанное в плащ, считающее самость за спасение. А ну для проповеди изверг и палач. Для окружающих они прошли как тени. Вот все это стихотворение тебе бы не решало даже заучить. Слишком сложно все. Сложно, так сказать. Надо переходить к более сложному. Не все время мама мало раму. Рама упала на маму. Давай. Ответ 3746. 25 том открытым окном. Всегда ли нужно подходить к священнику под благословение, когда видишь его? Ответ. Мне самому было бы интересно выслушать, если бы на этот вопрос ответили разные священники, живущие в разных регионах мира. Большинство из них абсолютно за то, чтобы все подходили и брали у них благословение, когда видят в этот день его первый раз. Я лично подхожу только к тем, кого вижу впервые или очень уж давно не видел. И это дело не только ради недостающего мне благословения и ради успеха в трудах и безопасности, но и ради его самого, зная, насколько они болезненно переносят, когда к ним не подходят, согнувшись, рука на руку с лодочкой и губы трубочкой. В Москве как-то встретился с Володей Сидык, а он уже стал священником. Между женами были недопонимания. Он раньше 30 лет стал батюшкой. Он долго терпел в нашем разговоре меня, что я не подхожу, а уже при расставании звяхнул об меня кадила гнева разожженного. Клемил меня с горячейшей обидой. Заклемил просто с горчайшей обидой. А, с горчайшей обидой. Ну да. Что я его унизил, не признав его священство. Тут тоже есть нюансы. Подойди и не подойти. И что за этим притаилось? В Новосибирске в доме Андрея Долгова встреча, и там два священника. Один мой духовник, у которого я причащаюсь. Я к нему в ноги бухнулся. Благослови, отец Трофим. Он же кроткая душа, смущенно так. Но я же не старший здесь. Ну, кроткая, значит, ты считаешь, Сараса, но я же не старший здесь. Старший же по званию отец Павел Морозов из города Фрунзе. Я к нему в ноги повалился. Благословите, отче святый. Он сурово, канонически, выверено, по-старообрядчески смирил меня, как козявку в ногах обретшегося. Затем на мои сложенные руки... Затем на мои сложенные руки и при всем честном народе... А я... А я тебя не знаю. Может, ты иритик какой? Ну, может, представь, что он на меня так смотрит, как он может говорить. И тут он ростом ниже того отца Трофима, а тут кроткая душа как раз... Ну, маленькое представление, это воображай. Первый раз видишь-то. Поэтому вы и снимаете так, куда направил. Сейчас на училище, кто говорит, на того направил. Никита направляет, ты что-то на столе делаешь. Ну, пусть и нет, голова показывает. Главное, руки на столе что делает, так и не показывает. Неинтересные вы. А он и приехал, чтобы разоблачить меня, как лютого, неиспроимого сектанта-баптиста, и отлучить навсегда от церкви Христовой, что успешно и сотворил, нажаловавшись в архиепископию. Позже же сам был запрещен, лишен сана с запретом, его даже отпевали. Вот на меня нападает, который, я уже знаю, без наказания они не останутся. Почему, не знаю, представь себе. Это духовник был, у них главный вместо патриарха архиепископ, он его исповедовал. На меня напал, в это время сразу на него открылось дело. Его извергают из сана и запретили даже отпевать. Вещь неслыханная. А какую связь имеют, не знаю. Я так и застыл перед ним и оглянулся на отца Трофима. Он же неделю назад меня исповедовал и причащал. Но тот кратчайше смотрел на меня, ведомого уже... Ведомого, может быть, ведомого? Ведомого уже на заклане. Ну, ведомого. Ведомого-то знаем, а ведомого тащат на веревке. Маленько там, входит в этот смысл. И тут начал отец Павел мне делать полную диагностику от макушки и до гнуза. До гузна. До гузна, до задницы. До гузна, да. От кончика языка до дыхательных оливиол. Ежели такие были во мне еще. Чтобы понять психологию священнослужителей... И если это ответил, практика какая, какой я рассказываю. Дальше. Их реакцию, подход под их благословение рукой, нужно саму побыть в их образе, что мысленно я и сотворил. Для них же это то же самое, как если бы кто не подал руки при народе кому-то. И сделал бы это выборочно. И люди бы это поняли. Он руки ему не подал. Значит, я его в чем-то зазираю. То есть презираю, отвергаю, не принимаю. Когда наш батюшка, отец Аким приезжает через неделю сюда в храм, то люди все подходят к нему и берут благословение. Я этого не делаю, ибо знаю, что будет богослужение. И я подойду как положено. И не менее торжественно. И настрой у меня будет соответствующий. Иные священники, страсть как любят покрасоваться перед другими. Что вот их так и любят. И уважают прихожане. Что даже во время богослужения стараются пройтись по храму, а привыкшие к преклонению перед святостью и видимостью прихожане, забыв про богослужение, кидаются к нему и ходят его к пустому тщеславию. Он же раздает милости налево и направо. И прямо и сзади. И когда благословляет кого-то, то как поберушка возле церкви, не смотрит на подающего милостыню или берущего благословение, а устремлен взором на подходящую к нему очередную жертву. И этим он лучше всего показывает, что ему крайне безразличны эти козявки с рыбьими головами. Чего смеешься? Ну вот, понимаешь, как. Спасибо, говорит. Да, целовек интересно. У вас даже, этот, сказал, постоянно с юбором, говорит Степаненко. У этого опыта большой. Преподаватель в университете был. Дальше. Вторая пара репоменон, 30 глава, 28 стих. И встали священники и левиты, и благословили народ. И услышан был голос их, и взошла молитва их святое жилище его на небесах. Евреям 7.1. Ибо Мелседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей. Вот безошибочно считал Геннадий Михайлович Яковлев, ставший отцом Григорием, которого Кришнаит убил. Вот это лучший чтец у меня был. Малахия 2.2. Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Савов, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердца. Сердца, да. А может быть сердца. Давай. Ныне в ночь лишь только мрак спустится, выйдем мы потихоньку на дорогу. Звездный мир мерцает и лучится, звездным блеском пение струится. Слава, Вышник Богу! Не достойны мы идти с волхвами, нет у нас ни мудрости, ни злата. Мы пойдем с простыми пастухами, с овцами, с овчаркою косматой. Меж валом и робкой ослицей, и придя мы станем у порога, и к земле истоптанной у Бога, мы склоним обветренные лица. И чтоб взгляд трепещущий, нечистый, не коснулся ясли озаренных, мы затмим глаза по кровам глистым, слез смиренных, жгучих, умиленных. Таковое радостное бремя, нынче в ночь возложим мы на плечи. Все забудем, мир, пространство, время, засветим сердца свои, как свечи. И любви причастия принявшей, позабыв о смертном тесном доме, будем славить свет, нам воссиявший в бедных яслях на ржаной соломе. И во тьме пустынными полями, уходя в тяжелую дорогу, воспоем мы детскими устами слава Вышник Богу. Эл Глухова. Дальше. Вопрос 3146, 17-й том, открытым оком. Когда я однажды спросила дочь священника, почему они переезжают в другое место, она ответила. Папа нас так научил, что нужно брать или все, или ничего. Как это понимать? Ответ. Это поповский принцип жизни. Но они никогда и нигде всего взять не могут от жизни. Потому что предела всего, в кавычках, никто не знает. И будут как старуха у разбитого корыта. А вот что ничего они не имеют, в этом легко убедиться, если будешь жить рядом с такими. Нужно работать в поте лица и не раз год потеть, а ежедневно и постоянно. Бытие 3.19 В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься. Иметь все. Здесь речь идет о потребительском брюхе, а не о бессмертном духе. Притча 30 глава 15-16. У ненасытимости две дочери. Давай, давай. Вот три ненасытимых. И четыре, которые не скажут. Довольно. Преисподняя и утрово бесплодная. Земля, которая не насыщается водой. И огонь, который не говорит. Довольно. А чтобы уметь быть жертвенным и помогать другим созвать к себе на обед, у таких пожирателей чужих благ нет ни средств, ни широты сердца. Деяние 20 глава 35 стих. Во всем показал я вам, что так, трудясь, надо мной поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса. Ибо Он сам сказал, блажение давать, нежели принимать. Вот вопрос стоит. И вопросы, ответы должны быть не у меня, не от меня, а от Бога. А там этот Валериану ни одного слова не говорит. Люди ушли, и все, ровное место. Они пришли к Нему. И этого священника ты знаешь? Это его дочка говорила здесь. Сераха 20 глава 1 стих. Ни во что ставящий мало, по малу, по малу придет в упадок. Считай снова. Сераха 20 глава 1 стих. Ни во что ставящий мало, по малу придет в упадок. Вот так и считай. Дальше. Или все, или ничего. Поговорка жадных с претензией на оригинальное безделье. Им не следует ничего давать, когда они в силе работать. Так как сколько бы ты им не давал, они будут претендовать на все твое. Нужно научиться благодарить за самое крохотное благодеяние тебе. И помнить его. А зло даже самое великое, испытанное тобой постараться забыть. Вот он, друг его обидел где-то. Он лежал обиженный на песке, написал, друг меня обидел. А прошло несколько дней, друг его спас из реки. Он тогда на камни выбил, друг спас меня сегодня. Песок это ушло. А это осталось для всех понятно. Книга Тавита, 4 глава, с 8 по 11 стих. Когда у тебя будет много, твори из того милостыню. И когда у тебя будет мало, не бойся творить милостыню и понемногу. Ты заплачешь себе богатое сокровище на день нужды. Ибо милостынь не избавляет от смерти и не попускает сойти во тьму. Милостынь есть богатый дар для всех, кто творит ее пред Всевышним. Авантюрный сын Давида Авесолом на короткое время захватил престол благословенного отца, псалмопевца, но потерял вскоре все. Давид же не имел ничего и скитался по горам, не посягая даже на малое от Саула. Ленин заглотнул все, но подавился и сдох маразматиком. Советский Союз посягал на тишину во всем мире и развалился, как истлевший балаган в тихую погоду. Притча 25.16 Нашел ты мед, ешь, сколько тебе потребно, чтобы не присытиться им и не изблевать его. Иеремия 51.44 На нас надеждой смотрит утром кошка, и ластится, и трется под ногами, приученным без нас жить невозможно. Дадим ли хлеба или бросим камнем? И наше малое земное прохождение зависит от Творца, а чуть не от планет. Он вовремя дает дожди и саванам... Саванам. Он вовремя дает дожди. Саванна это там, где пасутся скот, а саванам это одержанность мертвого человека. Считай снова. И наше малое земное прохождение зависит от Творца, а чуть не от планет. Он вовремя дает дожди и саванам оденет. Опять саванам. Уже ничего, это интересно. Считай снова. Я говорю, саванна это одежда. Он дает дожди и саванам оденет. Саванам оденет. Считай снова. И наше малое земное прохождение зависит от Творца, а чуть не от планет. Он вовремя дает дожди и саванам оденет. Саванну. Третий раз саванну. Считай снова. И наше малое земное прохождение зависит от Творца, а чуть не от планет. Он вовремя дает дожди и саванам оденет. Четвертый раз саванну опять же. Саванна это степь, степь нельзя одеть. Саванна это одежда. Саванн, саванн. Саванн это смертная одежда. Считай снова, пятый раз Понятно, что что-то делается Какая-то сила заставляет Он тут же рядом, никуда не ушли Запишешь ты это слово себе? Нет Что у него два значения, смотреть будешь Удали? Нет Ожикова слова? Нет, конечно, лень Раньше нас на 10-10 лет родилась И наше, считай И наше малое земное прохождение Зависит от Творца Отнюдь не от планет Он вовремя дает дожди Саваном оденет Саваном Ну саван это степь А саван это одежда Одежда смертного человека Считай шестой раз Саваном Ну причем тут саван, когда она не в рифу Это же не идет Саваной не одеваешь Саванна это степь, степь, где животные пасутся А саван, ударение на Это одежда смертного человека Саваном, да Считай снова. 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 Вот тут и рифма появилась. Все. Считай. 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 Поставлено епископом о себе. Прочитайте, очень большой материал. Вот такое, что есть. Прочитайте, интересная переписка была. Он был против русского языка. Вот это все читайте. А затормозите и прочитайте. Затормозите и прочитайте. А потом он стал на русский язык, как писатель один, Черкесов, Георгиевский, написал, братья Лапкины как-то сумели переломить, говорит, этого епископа. И он сам стал переводить на русский язык. Вот так. Смотри. Здесь очень богатый материал. А то я письмо пишу архиерею. Письмо. Все время, время, время. Что архиерей говорил, кто говорил, грозился отлучить там и проще. Это у нас было. Я еще раз это говорю. Смотрите. Это вот только по одному вопросу. А там к истинному православию. Там есть эта статья от церковнославянского к великорусскому языку. Речь-то не обо мне идет-то. Речь идет о том, чтобы люди понимали Слово Божие. Я сразу сказал, что от лучших стоять буду, пропать. Занятия в университетах у меня были по радио, вы к ним отношения не имеете. А здесь я сразу принимаю, нужды нет даже нигде. Вот как. Смотрите, сколько. Это по одному вопросу только. Какая переписка? А потом архиерей скажет, считай, что он пишет. Вот где, смотри. Это у него журнал такой. Он пишет. И вот только что получил первый номер газеты, «Христианин», а то он выпускает. Считай. За октябрь 2003 года. Страница вторая. Тименский. Где он находится? Коркинская, 52, телефон. Поездка в Потеряевку. Недавно епископ Евтихий вернулся с Алтая, где посетил общину верующих в деревне Потеряевка. Жизнь в этой деревне отличается тем, что ее устав позволяет селиться там только православным, трудолюбивым, без вредных привычек людям. Глубокое знание Библии – та основа, на которой зиждется быт и вера Потеряевцев. Когда-то деревня исчезла с лица земли и вновь возродилась благодаря двум братьям Лапкиным – Иоакиму Тихоновичу и Игнатию Тихоновичу. Протеерей Иоаким – настоятель Потеряевского свято-анфимовского прихода, а Игнатий – главный организатор и вдохновитель жизни Потеряевцев. Игнатий Тихонович широко известен не только у себя на Алтае, но и вообще в России и за границей проповедник. В церковной иерархии он занимает первую ступень – щитца, но несет на себе основной труд проповеди. – Ой, меня и рукополагал. – Правильно, епископ. – Всю жизнь, несмотря на преследование, Игнатий изучал священописание. Сам написал семь томов – И семь томов, теперь 33 тома уже. – По изучению Слова Божия. Для меня общение с ним и его с подвижниками – это заряд энергии в деле проповеди нашей веры, рассказывает Владыка. Я сразу же вижу недочеты в моей пастырской деятельности, о чем они говорят мне прямо без обвиняков. – Вот так. Без обвиняков что такое? Обвиняков. Что за слово? Ну, потом посмотришь. Давайте. – Такие поездки епископ совершает регулярно, посещая каждый свой приход, как минимум один раз в год. А всего их у него было более 20. – А где это слово было? Откуда ты взялся? – Более. – Более, да, есть. А было, не было. – Я повторил более. – Да, дальше. – Богословское. Решимость срочно лидеру нужна, священнику и епископу тем более. В день покаяния идти против рожна, львы прославляются, не зайцы и не кролики. Где нет решимости за истину восстать, зерно не прорастет и камень не поднимет. Трусливым, боязливым не быть возле Христа, не изменить апатию и климат. Будь ты епископ, даже патриарх, но если бы крещен без погружения, имей же мужество, хотя в зачатке страх, сломи свое упрямство и дай врагу сражение. Решительно, сегодня, навсегда, с привычками дурными нещадно распрощаться. Соратники осудят, будут наседать, пугать отступничеством, ересью, несчастьем. Не опускай глаза, сумей тут отчаст... что говорит нам Библия, каноны. Столпом во храме будь, не оступись назад, расшаркайся с грехами на земном поклоне. Возврату к прежнему не знать по бездорожью, другим испытанное смело возвести. Себя зауважаешь, жизнь не напрасно прожил. Жизнь. Через болото гать сумеешь намостить. Знаешь, что такое гать? Нет. Тоже не знаешь. Посмотри, через болото какой-то переход делать, намостить, пилить деревья, складывать. Даже танки в войну было. На немцев напали, через болото провели, гать намостили. Героев веры Дух Святой венчает. Ивангельскую проповедь воздвигни на горе. Бог предается нами, как трусостью, молчанием. Но твой маяк над скалами один будет гореть. Кто не отвергся, решительно родных, считай правильно. Кто не отвергнется, решительно родных, мешающих последовать за Богом. Погаснет там светильник, заилиться родник. На ровном месте заплетутся ноги. А что такое заилиться? Ну, ивом покроется. Ну, конечно, заилиться. Нам власть дана, не в силах описать. На силу вражи наступать на змея. Смущает первый шаг. Сотри испуг с лица. С Христовой власти выступим, сомнения одолеем. Ну, как? Все, время? Все, уже все? Все, все. Ну, вот теперь я эту, которую там взял. На, подпиши здесь. Это вот здесь напиши, надо написать здесь. Ир, ипископ, иптихий. Напиши. Так, подожди, подожди. Рассказы подык, это можно убрать. Подожди, как это? Вот здесь дальше пиши. Ипископ, иптихий. В скобках курочкин. Все, выключил? Нет. Ну, выключай, все. Еще нет. Уже все, кончил, окраска, нет. Нет. Вот здесь, и, вот здесь. Продолжение следует...